Весновое солнце еще только уздымается, а у господарцев на прационных местах больше сработников. На молочном комплексе навыд поспели провести первую дойку. Молоко у обороны краины особливая увага. По сути, это такая продукция, которая сегодня позволяет сельгазпредприемству в экономичном плане отшивать себе достатково уполнено, что в свою шаргу напрямую уплывая на уровень зарплат. Даярки получают у нас от надойного молока. Здесь же мы увязываем сортность. Есть зарплата и 800, и 700, и 900 рублей от надойного молока. Сярыдзены 2011 года КСУП «Оборона краины» – партнер товарыства «Белсыр» починали с уточных поставок у 5 тонн. У минулым месяцы поставили 25. У наступным, обецаюсь, повелишить эту иллюжбу до 30 тонн. Супросунества с калинковицкими перепросовщиками – это не только стабильное финансовое поступление, али и значные преференции. Починаючи от повышенных до 15% закупочных цен до суместной работы специалистов господарки и предприемства. У нас есть своя ветеринарная служба на предприятии, которая постоянно выезжает в хозяйство, работает с ветеринарной службой самого хозяйства. Мы обеспечиваем на сегодняшний день хозяйство ветеринарными препаратами. То есть под их заявочку мы закупаем сами у заводов-производителя. Обеспечиваем хозяйство всеми моющими, чистящими средствами, то, что является сегодня неотъемлемой частью для поддержания санитарного состояния на фермах. Подоранный микроавтобус можно лишить показчикам новых партнерских относинов помеж сельско-господарчими и перепроцовщими предприемствами. Уреште объединение намагання у обо двум бокам только на корысть. Зараз на Гомельшине кожные сутки вырабляется каля трех тысяч тонн молока. Але и гэта верагодно не мяжа. Головны научиться працавать разом. Экономичные относины никто не адменял. Але каля клопатиться только об властном кишене, можно застаться у вогуле без сродков. Я думаю, что это будет продолжено на территории Гомельской области. Не только в технике покупки, а и в других вопросах. Поддержка своей сырьевой зоны. Чем больше влаживается в зону сырьевых материальных ресурсов, тем больше будет отдача. Олеся Сюрова, Ольга Коновалова, Игорь Марышенко. Тель-радио компания «Гомель», Решеский район.